Шалом! Предыдущая программа называлась «Отец» или «Начальник». Разбирая притчу об отце и двух сыновьях, которая в 15 главе Евангелия от Луки, так называемую притчу о блудном сыне, мы увидели с вами, что в то время, как младший сын возвращается домой к любящему отцу, к щедрому отцу, старший, живя в доме того же самого отца, ощущает себя наемным работником, исполняющим приказы. Нет ли тут противоречия? Каким образом приказы или заповеди, если говорить о Боге, которого олицетворяет в этой притче отец, сочетаются вот с этой любовью, щедростью и благодатью, и добротой? То есть с абсолютно незаслуженным расположением и дарами. Может быть, Бог-то на самом-то деле все-таки начальник, а не отец, хоть и называется отцом? На этот вопрос наводит еще одно наблюдение. В Писании есть масса обетований о воздаянии Господним, Его верным слугам, и эти обетования абсолютно открытым текстом мотивируют нас быть верными Богу ради награды. Вот два примера из апостольских посланий. Наблюдайте за собою, пишет апостол Иоанн в своем первом послании, первой главе стихи восьмом, «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». А вот апостол Павел. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить» открытым текстом. Первая коринфянам, девятая глава, двадцать четвертый стих. Мотивация «получить награду». Ешо тоже, кстати, говорил о награде совсем не намеками, а совершенно прямо. Послушайте его слова. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашью холодной воды, как у меня тут холодная водичка, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще одно высказывание. «Жнущий получает награду». И еще одно высказывание того же Ешо, «Но вы любите врагов ваших, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая». И так далее. Можно при желании найти еще такие высказывания. Так не получается ли, что Бог все-таки не столько отец, сколько начальник, который мотивирует нас наградами? Тут, конечно, мы говорим, что Он такой отец, который нас любит абсолютно бескорыстно и ожидает взаимной бескорыстной любви. А вот посмотрите, вот все эти слова, и Ешуа, и апостолов говорят, что Он начальник, только не тиран какой-то, не деспот, а Он очень мудрый начальник. Он мотивирует нас не страхом, а наградами. И вот ответ на этот вопрос, на мой взгляд, определяет очень сильно наши отношения с Богом или наше прежде всего отношение к Нему. Можно сказать так, скажи мне, какая у тебя мотивация, и я скажу тебе, кто ты. Если у тебя мотивация любовь, это одно, если у тебя мотивация награда, то ты уже не сын, а наемник. И вопрос о мотивации задают все. Во-первых, люди неверующие его задают, даже особенно, я бы сказал, неверующие люди задают его. Они изучают нашу с вами жизнь под мискороскопом, с той самой минуты, как они узнали о том, что мы верующие. В этом нет никаких сомнений. И если они заметят, что наше с вами поведение хотя бы в чем-то лучше, их, ну, условно говоря, что вы не просто старушку переводите через дорогу, а еще берете ее тяжелую сумку и приливом медленно вместе с ней идете к ее дому и до двери, и эту сумочку доносите. У неверующих человек обязательно возникнет вопрос, зачем ему это нужно? А он себе у своего бога очки зарабатывает, пытается на него провести впечатление, или он же действительно все-таки делает это бескорыстно? Мне души каждый человек понимает, что истинная любовь и истинное служение бескорыстны. И, во-вторых, вопрос о нашей мотивации задает дьявол. Да, дьявол. И лучше всего это видно на примере праведника по имени Иов. В первой главе книги Иова, стихах с 6 по 11, есть очень интересный диалог между Богом и сатаной. Послушайте. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И сказал сатана Господу, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но прости руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И в-третьих, нашими мотивами интересуется сам Бог. В послании к евреям к главе 4 сказано, что Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Итак, кто Бог? Начальник или Отец? Как мы служим Ему? Бескорыстно или за награду? Будучи евреями, я задаю встречный вопрос. А что такое награда? В нашей повседневной жизни это, прежде всего, конечно же, зарплата. То есть, деньги, на которые мы покупаем себе еду и все остальное, что необходимо нам. Во-вторых, это признание нашей значимости. Признание того, что наш труд не туп и не бессмыслен, а наш труд полезен, важен, каким бы простым он ни был. И мудрые руководители обязательно подчеркивают этот момент. Значимость своих работников находят не финансовые различные способы для этого. Это особенно важно в тех случаях, когда зарплату людям вообще не платят. Например, волонтерам в общине или в какой-то благотворительной организации. Но это все в повседневной, в человеческой жизни, в человеческих отношениях. А что в служении Богу и в отношениях с Ним? Что называет награды Он? Кого Он награждает? За что? Чем? И как? И прежде всего, мне кажется, важно отметить, что Он не называет наградой. Потому что верующие очень часто, на мой взгляд, в этом вопросе путаются. Наградой не является все то, что мы получаем здесь, то есть в этой жизни на земле. Как из слов Ешуа, так и из слов апостолов, совершенно ясно, что награды Господь даст своим слугам, когда Он вернется и потребует от них, то есть от нас, отчета о нашем служении. А пока все, что мы от него получаем, это не награды, а дары. И, кстати, чем отличается награда от дара? В отличие от награды, дар дается не за что-то. Дар дается просто по доброте самого дающего. И вот эти дары бывают двух видов. Это очень хорошо видно во втором послании Коринфянам, 9 главе, стихе 10. Там есть такие слова. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами». Послушайте, первый тип даров, которые мы получаем, это хлеб в пищу. Это дары Бога, которые удовлетворяют наши собственные сегодняшние потребности. Что делают с хлебом? Его едят, чтобы быть сытым. Правда? Конечно. Второй тип даров – это семя, которое Бог дает сеющему. В отличие от хлеба, семя нужно не скушать, и его нужно посеять, чтобы оно дало плод. И в 25 главе Евангелия от Матфея мы видим с вами притчу о талантах. И там та же самая мысль, она просто выражена там другими словами. Талант нужно не зарыть в землю. Его нужно не продать, чтобы потом на вырученной от продажи деньги что-то купить себе покушать, себя чем-нибудь побаловать. Нет, талант нужно, согласно этой притче, пустить в оборот, чтобы он принес прибыль, чтобы он умножился в результате этого процесса. Итак, то, что мы получаем от Бога сейчас, это не награды, это дары. Награда же будет дана в конце времен тем, кто хорошо управлял полученными в этой жизни дарами. То есть тем, чьи семена принесли плод. Какая же это будет награда? Следующий вопрос. В притче о талантах господин говорит своим верным слугам. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Таким образом, верность в управлении дарами, полученными нами сегодня от Бога, будет вознаграждена чем? Большим уровнем ответственности. Кто-то на это обязательно должен возразить и сказать «стоп». Интересная награда – больший уровень ответственности. С точки зрения Бога появляется, получается, что это что, награда, что ли? Больший уровень ответственности. Мы вообще-то называем это просто продвижением по карьерной лестнице. Вот если бы он дал мне полцарства, да если бы он еще дал мне виллу на Гавайях, да увеличил бы мне отпуск до двух месяцев в году, вот это я понимаю, действительно была бы еще кое-какая награда за верность. Ну, хорошо. В таком случае, опять, будучи евреем, я задаю еще один вопрос. А как вам вот такие слова из третьей главы книги Откровения? Послушайте, побеждающего, говорит Ешо, сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Тут речь тоже идет о награде, только о еще более своеобразной. И это уж награда, если рассуждать так, она вообще не лезет ни в какие рамки. Ну, вы посмотрите, победителя, того, кто сражался за Бога и за его царство и преодолел врага, превратят в столб в храме, из которого он уже никогда не выйдет. Это же не награда, а издевательство сплошное, можно сказать. Вместо свободы тюрьмы, а всю вечность просидеть безвылазно в храме, да еще при этом не в качестве почетного гостя в первом ряду, а в качестве столпа, то есть несущей конструкции, колонны, подпирающей крышу. Все это звучит страшно. Для кого? Для человека неверующего. Ой, может быть, тут вы мне возразите, скажете, нет, дорогой мой, я верующий, но я просто нормальный человек. И вот для нормального человека это действительно звучит страшно. Я верующий, но я вот не хочу, например, на всю вечность превратиться в храмовый столб. Тогда у меня к вам очередной вопрос. А чего вы хотите на всю вечность? Вот давайте представим себе, что вам дается выбор. Сами, пожалуйста, назовите свою награду, которую вы хотите иметь на всю вечность. Можете взять бумагу, ручку и записать себе, что вы хотите. У меня есть несколько вариантов. Машина, которая делает без остановки попкорн и чипсы. Труба с кока-колой, которая проведена в вашу кухню, в вашем вечном особняке. Шикарном особняке, разумеется. Телекран. Диагональ, увенное количество инчи. Бесконечная коллекция фильмов. Одним словом, чунга-чанга. Жуй кокосы, ешь бананы. Недостающие детали, пожалуйста, дорисуйте сами. Вы сделали свой выбор, выбрали что-то. Поздравляю, знакомьтесь. Это и есть ваш Бог. Да, это и есть ваш Бог. Только учтите, это ваш настоящий Бог. Это не тот Бог, которому вы молитесь вслух. Потому что с молитвами вслух у нас у всех все отлично. У нас полный порядок в этой сфере. Это тот Бог, которому мы молимся воздыханиями неизреченными из глубины нашего сердца. Бессловесно. Тот, по кому томится наша душа. Это и есть наш истинный Бог. Верующий в Ешуа больше всего на свете хочет быть со своим Господом. И именно поэтому перспектива провести вечность в его храме не пугает, а является величайшей наградой, которую мы только можем получить. Ешуа однажды сказал такие слова. Моя пища есть творить волю пославшего меня. Служить Отцу для Ешуа было не бременем и не обязанностью и не долгом, а внутренней его потребностью. Пищей. Что такое пища? Пища это то, что дает нам с вами энергию. Это то, что приносит удовольствие и насыщение. Это также возможность общения. И точно так же должно быть для нас. И это является на самом деле точно так же для нас той же самой вещью. Если мы действительно рождены свыше, если Он действительно является нашим Господом. Для нас в таком случае просто нет большей радости, чем быть в Его присутствии, поклоняться Ему, слушать Его, любить Его и служить Ему и исполнять Его волю. Все это является нашим самым сильнейшим желанием, нашей самой основной потребностью. Итак, мотивируя нас наградой. Бог совсем не имеет в виду разжечь в нас эгоистичные желания. Он хочет просто сказать, что наши усилия не будут напрасны. Он хочет вдохновить нас, заверить в том, что мы сможем исполнить Его волю и сделать угодное Ему. Он не дрессировщик, который показывает зверю в цирке кусок сахара для того, чтобы зверь прыгнул в обруч. Он отец, который хочет иметь любящих сыновей. Он заботливый отец. И поэтому у нас всегда есть насущный хлеб, и нам не нужно переживать за восполнение наших собственных нужд. Нам не нужно жить в страхе. Но Он также хочет, чтобы Его сыновья поверили в то, что по Его благодати они смогут быть Его верными сотрудниками, а не только едоками хлеба насущного. Чтобы они не зарыли свой талант, чтобы они вложили его, инвестировали его, чтобы они не проели эти семена, которые даются сеющим, а посеяли их. И тогда однажды эти люди услышат такие слова. Хорошо, добрый и верный раб, малым ты был велен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Это и будет наша награда. Мы продолжим этот разговор на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok